Всем привет! Так уж биологически сложилось, что у всех моих ближайших родственников день рождения в июне. Плюс-минус неделя, денёк. Но тем не менее. Конечно, каждый дома отмечает день рождения кому как нравится. В компании друзей, кто-то в одиночестве. Ну, все, в общем, по-разному. Но все мы собираемся здесь, в деревню, в угрюмого. Поэтому у нас сегодня день рождения по угрюмов. Ну что, сейчас будем приготавливаться к нашему пиршеству. Сейчас сделаем заготовочки. Я уже тут все приготовила. Начну с курочки. Курица у меня идет для Цезаря. Я так. Сольки и карри. Так, хватит, наверное. Она была вкусно, ароматная. Пока делами будем заниматься. Она постоит. Потом по-пайже я ее обжарю для салатик. Курочка готова. Следующим этапом я, наверное, замариную шампиньончики, кабачки. Так, я решила сделать в сметане приправку обычную для шашлыка купила. Сейчас я сметану перемешаю с приправкой и залью овощей и залью овощи этой смесью. Ложечка была. Ложечки уже нет. А для шашлыка это для кабачков? Ну и шампиньоны. А и шампиньоны? Ну конечно. В сметане и вроде как с приправкой для пекалотности. Сейчас вот залью переборщики. Да, внутрь побольше. Как скажете. Может их поставить туда прям? Они как-нибудь пожитые. А нет, лучше бы застыли. Ой. Так, ну с грибочками как бы так. Сейчас мы заливаем остаток. Сюда. Помешаем. Да, что-то как-то не думаешь так, шампиньонов много. Надо было побольше сметану взять. Ну ладно. Ой, для кабачков предостаточно. Они очень толстые, поверьте. А чтобы из решетки не выскакивали. А тоже они вечно у нас проскакивают. Они дольше будут жариться. Как это, знаешь, на шампура их сажают. Но я вот боюсь, что они будут у нас крутиться и вертеться. Я не знаю, как. Нет, точно на решетке. Ну вот я тоже так думаю. Так, ну что, остатки доскребу на грибочки. Грибочки что-то у меня какие-то слабенькие, прям ломаются. Страшно их в руки брать. Ладно, сейчас доскребу, потом перемешаю. Сметанка вкусно пахнет приправкой. Ну все. Так как мы сметаной не рассчитали, да не, знаешь, а даже нормально получилось. Чтобы туда внутрь залить их бы. Так вон они, тебе же я налила. Все полные прям были. Да? Ты хочешь так? Так когда я хорошо буду их на шампур сажать, я могу всю эту приправу туда внутрь и счистить. Пускай на костре. Все, я внутри вон тоже все промазала. Так что и внутри, и снаружи одного стакана нам в принципе очень даже хватит. Ну и на горячее мы решили обойтись одной рыбкой. Купила я киту. Естественно, уже подготовила, помыла, обсушила, очистила. Осталось только мне ее нарезать. Ой, боже мой, в деревенских условиях с ножами какие есть. Так, ладно, будем. Разберемся дальше. Кстати, ножи я точил. ну, ты, они острые, ножи, я ничего не говорю. для... Может, так вот принести? Нет, подожди, просто для рыб существует специальный нож. А, такой. Естественно, у нас тут его нет. что тут? Рыбы эти разделываем каждый день. Раз, два, три, четыре, ну, и пятый. Сейчас я вот так переверну, попробуем. Да, кисик. О, хрустнула. Ну, все, разрезали рыбу, отмучились, любимой приправкой. Посыплю. А, еще посолить надо. Да, ну, как же так, без сольки-то. Значит, так, соль. приправа у нас такая, да, рыба. Так, какую нашли в магазин, такую и купили. Там травы много, всякие разные. Поэтому получается вкусно. Смотри, тут тоже соль есть, приправе. Ну, а я внутрь соль, мастер. А, да. Ладно. На. Ну, все, оставляем мариноваться. Закрывать не надо? Нет, так как у нас, извините, мы на природе, животных летающих никто не отменял. чтобы лучше вымариноваться. Нет, мы просто закроем от всяких тут. Мощек и букашек. Да, кто посягает. И от котов. Ну, коты, я думаю, вряд ли полезут. вот это есть. Ну, все, сейчас я вот так все закрою, уберу. Наш мангал готов. Угли прогорели. Так, мы ставили рыбу, которую мы сегодня готовили. Запустили картошку, естественно, как всегда. И следующим этапом у нас будет грибы и кабачки. у нас в этот раз будет полезная еда. Поставили мы, значит, кабачки вместе с грибами. Сейчас надо следить, чтобы они не пригорели, так как угли очень горячие. Рыба наша уже почти готова. Еще немножко осталось. И как раз подойдут кабачки с шампиньонами. И мы вас приглашаем на свое массовое день рождения по-угремовски. Значит, так, по старшинству, как самый главный наш закройщик по дровам, мы тебе дарим такую полезную штуку. Это шу-ш-ш-такой-то. А это сейчас аккумуляторная. Это чего, пила? Цепная пила, чтобы ветки пилить. Для пенсионеров. Для пенсионеров. О, чтобы ты больше ручной не мучилась. Ой, красота-то какая. Ой, мне еще учиться надо будет. Сегодня будет процесс обучения и первого закройного. Ой, красота какая. Спасибо. Кать, тебя тоже с прошедшим днем рождения. А это тебе для стимуляции, чтобы дома кушала и было желание дома готовить. Это еда? Это еда? прикольно. Ну, это подарок нашему другому имени. Члену с Лисеми. Спасибо. Виталику. У нас очень плодотворный этот месяц. Слишком много дней рождения и все друг подруга идут. Что туда класть-то? Как что, салат? Хочешь суп, хочешь салат. Вообще. Ну, как самый непьющий у нас то за Светланой, так как она за рулем. И больше мы ей не наливаем. И как самый неименинник, поздравляю всех именинников с прошедшими днями рождения. Всем естественно, самое главное это здоровье, счастье, чтобы все желания сбывались. Ой, и как это актуально в наше время, это мирного неба над головой. Ура! Ура! Катя, Катя, цветами. Ну, и последний. Ну, что, мы тут за всех июньских выпили, но это же еще не конец. У нас же будет продолжение в июле. Конечно, заранее день рождения не отмечают, ну, хоть, как говорится, за тех... Давайте передадим следующую эстафету июльским. Точно. Лера, мы тебе передаем эстафету. Давайте. Виталий? Да. Ну, и вечерок мы решили завершить таким вот чайпитием по-угрюмовски. Вот под такой вот самовар на углях. Ты не заснимал, как ты кипятил? Эх, зря. Ну, у нас до этого уже были видео, ты показывал. Под мой любимый тортик птичье молоко классический наследие Советского Союза, выполненный собственными руками. Ну, и клубничка со своего огорода. Правда, вот клубника в этом году не удалась. Очень жарко, водички не хватает. Прямо придется ее поливать. Ну, что, начнем. А заварка у нас непростая, с листьями смородины и крыжовника. на основе зеленого чая. Сплошные витамины. Ну, а торт, естественно, сделал своими руками Светлана. Конечно, такой же не купишь сейчас в магазине. пробовать и запивать чаем самоваром. Ну, что никто пробки не снимает? Горячо. А, торт. Птичка удалась. Ну, вот и закончился сегодняшний день. Закончились наши июньские дни рождения по-угрюмовски. Смотрите наше следующее видео. удалась.